Свистать всех наверх, друзья! С вами сегодня Александр Петров. В гостях у меня японский прокачиваемый эсминец Шимакадзе. Это самый популярный корабль игры World of Warships. Ну, по крайней мере, среди десятых уровней, так точно. Причем, свой рейтинг Шимакадзе держит уже который год. Ну, наверное, седьмой, по моим подсчетам. И ничего не меняется. По-прежнему, его 15 торпед считаются самыми популярными в нашей игре. Сейчас мы с вами посмотрим, что это за кораблик. Ну, а также обязательно выйдем на нем в бой и поглядим, на что он способен. Да, друзья, Шимакадзе это торпедный эсминец, которых у нас в игре, кстати, осталось не так уж и много. Много у нас сейчас артиллеристов, универсалов, ну, а вот чисто торпедников, к сожалению, не так уж и много. Сделано это в основном потому, что было действительно большое количество жалоб от линкороводов, да и не только, на то, что торпедные эсминцы жить линкором не дают. Их очень сложно вычислить, и торпеды замучили, ну, и так далее, и тому подобное. Разраму приходилось делать эсминцы, которые там не имеют дымов, которым нужно стрелять, и вот это вот все. Но Шимакадзе это один из самых первых классических эсминцев. Он вошел в строй вместе с Герингом еще в далеком 2015 году, но лично для меня на бета-тесте. У Шимы на выбор три типа торпед. Идет он по умолчанию с двадцатками. Эти торпеды хоть и достаточно забавные, но, к сожалению, мало используемые. И вот по какой причине у них засвет, если мне не изменяет, по-моему, где-то два с половиной километра приблизительно. Да, ну, то есть такие торпеды светятся на очень большом расстоянии, и уйти от них совершенно не является никакой проблемой. К тому же, пока они все свои 20 километров идут, много шансов того, что они зацепят кого-либо из ваших противников. Имеется в виду, что кто-то рядом там пройдет, а не засветится. Ну, и будут уже не особо опасны. Вот эти вот длинные двадцатки, они нужны в основном для того, чтобы фаниться в отряде из таких же Шимакадз. То есть просто порабросать эти торпеды. Куда-то они там попадут, да и черт бы с ним. Но, честно говоря, для этих целей гораздо интереснее было бы использовать Асашу. Ну, а на Шимакадзе все-таки брать вот эти вот по умолчанию двенашки. Они хорошие, дамажистые торпеды, у них 24 почти тысячи урона, 74 скорость хода и 1,7 заметность. Вполне себе комфортно. Для тех, кто любит более агрессивный геймплей, можно использовать вот эти 8-километровые торпеды. Люфт ваш заметности 5,6 километров до 8, но проблема заключается в том, что на десятых уровнях, как говорится между нами, огромное количество РЛС, огромное количество гапов, которые могут обнаружить ваш корабль. Но и по этой простой причине использовать, конечно, 8-ки сложно. Хотя иногда этот билд вызывает вполне себе даже, ну, скажем, большое удовольствие, если удастся реализовать эти 8-ки. Потому что они очень быстрые и, кстати, по-моему, достаточно шустро перезаряжаются. Да, у меня 88,4 секунды. Но мы с вами будем использовать стандартные двенашки. Перезаряжаются они у нас 103 секунды подольше в самой максимальной сборке. Ну и в последний слот обязательно возьмем мы супермодернизацию вот эту вот за очки исследования. Она еще больше ускорит перезарядку наших торпед, что, в общем, немаловажно. Что касается остальной сборки корабля, здесь ничего хитрого нету. Просто берите для вашего командира, соответственно, инвиз, торпеды, торпеды из последних сил. И на первом слоте берите все, что угодно, потому что здесь никакой разницы, ничто ни на что не влияет. Берите все, что вам комфортно. А выезжаем мы с вами в бой. И попробуем сейчас применить наш Шимакадзе против кораблей противников. Значит, почему именно я говорю, что это торпедные эсминец? Дело в том, что действительно у Шимакадзе в наличии есть хорошие торпеды. И, да и, в общем-то, все. Ну, конечно, есть инвиз, есть неплохая маневренность, есть хорошая скорость. Но для эсминца, который может перестреливаться с другими эсминцами, все-таки важно иметь пушки. А на Шимакадзе, кстати, они есть, но есть определенная проблема. У Шимы неплохая баллистика, но, к сожалению, на небольших расстояниях. Если вы перестреливаетесь на расстоянии, скажем, более 8 километров, то у вас начинаются проблемы с попаданием. Давайте подождем выхода в бой. Ну вот, дошли мы все-таки до боя. Да, действительно, как я уже говорил, нужно все-таки иметь какую-либо артиллерию. И действительно, у Шимы проблемы именно в этой части, что, пожалуй, эффективно перестреливаться, достаточно затруднительно. Здесь, кстати, не очень большая перезарядка, 6 секунд. Ну, а мощность фугаса, она, честно говоря, вызывает уважение. И я частенько говорю, что, да, действительно, вы имеете возможность десятые эсминцы и вообще десятки делать по вашему комфортному типу боев, как вам нравится. Можете взять, заточить Шимакадзе в главный калибр от торпеды, сделать, скажем, такой второстепенной истории. Но поскольку у меня много кораблей, и мне, в принципе, нет никакой необходимости здесь делать, ну, скажем, какой-то определенный хитрый билд на Шиму для того, чтобы получать от нее удовольствие, я попросту играю на нем, как на торпедном эсминце. Поменял, короче, озвучку. Думаю, сейчас будут обычные голосовые команды. Да, хрен бы там будет Юйки Кадзе-сан. А у меня, неужели у меня там сидит... А, у меня же сидит Юйки Кадзе. Ну, ну, ладно, ну и хорошо. Давайте посмотрим. У нас есть Наполе, у нас есть Москва у противника. Москва может нас проэрлысть. Вообще, достаточно комфортный, с одной стороны, бой. С другой стороны, три Курфюрста с гапами, Ямато-Кремль. В принципе, здесь есть куда покидать. Ну, и, собственно, этим мы и займемся, поскольку у нас для этого есть все возможности. Очень много незаметных эсминцев. Как раз шимы всякие там и так далее, и компания. Вот. Ну, и, соответственно, все эти проблемы нам пока что не особо интересны. Мы шимы пока что пропустим. Как видите, очень долго поворачивается наш с вами контур, да, контур сброса торпед. Ну, потому что это супермодернизация. Это такой, знаете, не шибко приятный, но, к сожалению, необходимый момент. Вот, кстати, вражеский Шамакадзе. Мы не будем здесь особо с ним, наверное, перестреливаться. Мы просто сдадим здесь дыму. Немножко встанем, немножко встанем, немножко встанем мы вот в такую вот позицию. Да, нам надо будет, конечно, сдать форсаж, чтобы выйти из этих торпед. Давайте попробуем сделать это красиво и при этом еще не наловиться лишней дамаги. Ну, шимы очень, такая, знаете, маневренная штука. И напороться на торпеды можно только в том случае, если ты как-то не очень внимательно наде играешь. Так, к хорошему, в принципе, проблем никаких не должно быть. Так, ну что ж. Наш первый торпедный залп прошел мимо. И мы сейчас с вами будем его повторять. Я так думаю. Вражеские линкоры отошли. Ну, а рядом где-то есть Шимакадзе, который... Который, кстати, стоит в дымах. Серьезно? Да вы что? А, ну он находится с той стороны, поэтому мы сейчас немножко просто пробросаем сюда торпедами. У нас нету больше дымов. Мы их здесь отдали, а Шимакадзе забирает нашего Шимакадзе. Жаль. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас было на один эсминец больше, но ничего здесь не подделаешь. Так, чей-то у нас тут проброс, наверное. Шимины торпеды, скорее всего, гуляют. Ну, а мы продолжим дергать точку. Продолжим дергать точку. Так, Москва. Опасность РЛС у нас, друзья. Кстати, еще один достаточно полезный мод. О нем мы поговорим отдельно. У меня наверняка уже вышло видео по модам. И это, кстати, очень полезный видос в этом плане. Полезный не видос, полезный, полезный мод. Так, мы с вами начинаем отход от кораблей противника. Немножко мы побросали здесь еще торпед. Ну, и вот мы сейчас находимся в зоне РЛС-ки Москвы. Отбросили мы туда еще пачечку одну. Но, скорее всего, она здесь не попадется. И мы пока что сильно близко подходить не будем. Потому что нам, в принципе, это, конечно, особо и не нужно. Тем более, где-то здесь неподалеку есть еще один маленький эсминцеводик. А вот поэтому к Курфюрсту мы попасть можем. Вот, кстати, вражеская Шима. Не знаю уж, в каком она там виде в плане перезарядки торпед. Но мы будем, конечно, по ней стрелять и надеяться на поддержку. Да, ребят, когда играете на эсме, не забывайте, что у вас есть вот такая вот волшебная кнопочка. Называется она «Мне нужна поддержка». И если вам нужна поддержка, не стесняйтесь ее нажимать. Я надеюсь, что Шима все-таки пробросила, если и пробросила торпеды, то пробросила их туда вот дальше, мимо меня. И я их сейчас красиво здесь не поймаю. Правда ведь? Поймаю, да? Мне тем временем Курфюрст напихивает много неприятного урона. Но ничего страшного, Курфюрст. Мы с тобой еще пообщаемся здесь. Мы бросаем два таких достаточно узких веера. И потом, наверное, можно еще кинуть один узкий вот сюда. Вот веер. Уж не знаю, куда конкретно пойдет Курфюрст. Но мы все-таки торпедки сюда покидаем. А я уже достаточно полезным был в этом бою. Я засветил Шимакадзе. При помощи наших союзников его ликвидировал. Ну и, собственно, теперь могу помогать Шлифану захватывать точку B. Идти ближе уже к вражеским корабликам. Для того, чтобы им еще тоже что-нибудь набросать. Они все-таки достаточно далеко сейчас находят. Хитрый Курфюрст стоит пока что на месте. И нам не удалось реализовать пока что ни одной торпеды. Да, в последнее время это, ну, достаточно сложная задача реализации торпед. Потому что, опять же, повторюсь, что огромное количество всех этих гапов и релесок. И, конечно, эффективно разбрасывать торпеды. Это весьма такая непростая задача. Мы с вами сейчас попробуем. Есть у нас тут очень красивая Ямато. А я очень люблю вот Яматы, которые стоят на месте. Мы сейчас попробуем это красивое Ямато чуть-чуть подкорректировать своими замечательными торпедами. Напоминаю, друзья, что у Курфюрста есть одна очень такая, знаете, неприятная особенность. У него есть гидрокустика, которая пересвечивает наш инвиз. Что, конечно, не является приятной историей. То есть его, если он подойдет к нам на 6 километров, будет видно. Будет видно нас. А вот так вот мы сбрасываем. Два узких и один широкий веер мы с вами сбрасываем туда. Кстати, Шамакадзе, следующее, она не захватывает точку А. Точку А сейчас захватывает Курфюрст. Ну, надеюсь, что наш хитрый веер все-таки так или иначе угодит в Курфюрста. Ну, может быть, какая-то часть его, судя по всему, зайдет таки во вражеский линкор. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Наконец-то нам удастся что-нибудь реализовать. Здесь уже, как я говорю, на Курфюрсте обнаружить торпеды можно. Ну, а вот уклониться от них это уже такая практически нерешаемая задача. Ловит Курфюрст еще немножко торпеды. Это практически ваншот, я бы сказал. Да, друзья, вот ваншотом отправляется наш с вами Курфюрст в порт. Ну, и теперь, конечно, очень хотелось бы, чтобы нам помогли избавиться от этой прекрасной Москвы. Наши дорогие союзники, потому что нам она здесь совершеннейшим образом не нужна. Остался, кстати, один Шимакадзе у противника. Опасно я, конечно, себя здесь веду, прямо скажем. Ну, а что делать? Надо надеяться на хорошее, надо надеяться на лучшее, как говорится. А 113 тысяч урона уже у меня. Ну, как видите, хорошее, удачное попадание по вражескому линкору. И все. И все сразу у тебя становится хорошо. А я вот вижу Кремль очень красивый из той стороны. Дает РЛС-ку Москва. Ну, и, в общем, сами понимаете, что нам здесь нужно сейчас как можно быстрее выйти из зоны действия. Да и зона стрельбы, по-хорошему, а не зона действия. Потому что действительно сейчас будет у нас всяческий фокус меня по радару. Порядка 30 секунд Москва сдает радар. Но мы сейчас немножко притормозим. И думаю, что ей уже будет не так-то просто меня поймать. У нее срабатывает Кузнецов, но боюсь, что торпедам на это все равно. Немножко, да, есть такая небольшая проблема. Кстати, еще какую-то торпеду может поймать и Ямато за компанию. Что самое интересное. О, а вот мы обнаруживаем, кстати, нашего коллегу на Шимакадзе, который находится где-то в задней части нашей с вами... Да, где-то сзади он находится. Союзников позади. Ну и прекрасно. Меня это устраивает. Мы сейчас немножко конквера пропустим. Конквера, проходи. Ну что ты хочешь от меня? Что ты на меня гудишь? Не гуди на меня. Я тоже могу тебя погудеть. Хе-хе-хе. Вот. И наша задача будет сейчас забрать господин Кремля. Он очень любит проверять, я смотрю, наличие союзников-противников в зоне действия. При помощи таких вот пробросов. Я вот думаю, в какую сторону будет отворачивать Кремль, мне интересно. Похоже, что в мою. Ну мы вот так вот немножко сбросим. И понадеемся на то, что какая-то часть торпед все-таки зайдет во вражеский корабль. А у меня тем временем еще есть курфюрст замечательный на 45 тысяч. И где-то там вдали подкрался, можем сказать, крадется Ямато. Хорошо, идут торпеды. В общем, я думаю, там проблем быть не должно. При учете с такого толстого торпедного поля сбежать от этих торпед будет непросто. Правда? С той стороны Шимакадзе тоже. Они дают расслабиться нашему коллеге. И отправляет Шлифан в порт. Кремль очень в этом плане некомфортная цель. Потому что у него дичайшее огромное количество... Так, подождите. Дайте я эту женщину сделаю потише. Она такая громкая. Нет, она, конечно, безусловно, очень позитивная, но ужасно громкая. Вот. Что я хотел сказать? Валим. Вот что я хотел сказать. Очень медленно идут торпеды. Это значит, что это не то, чтобы двадцатки. Но это какие-то не особо ускоренные двенашки, судя по всему. Все-таки двенашки обычно идут чуть-чуть пошустрее. Мы можем с вами немножко подождать здесь этот кремль. И попробовать его все-таки намотать на винты. Есть у меня такое желание сейчас провернуться на шторпедники в эту сторону. Ну и попробуем. У меня все-таки люфт моей по инвизу позволяет мне пробрасывать здесь. Давайте сбросим два веера. И, возможно, еще один веер бы сбросить мне в сторону вот этого господина на Курфюрсте. Думаю, что мы даже сбросим его каким-нибудь вот... Может быть, таким образом, как думать. А если у него габ? А если бы он вез патроны? А что ж ты проворачиваешься-то через нос? Назад идет. Наверное, все-таки пошире возьму. Все, есть кремль. Его мы забираем. Ну, еще где-то там вкусный Ямато на 41 тысячу. И маленький Шимакадзе, зашедший нам в корму. Но думаю, что смысла особого сейчас нету. Как-то вот с этим Шимакадзе бороться. Шима, кстати, был очень рядом с нашими торпедами. Черт, он, может быть, все-таки имеет, конечно, смысл к нему подойти и немножко его наказать. Ладно, давайте пойдем за Шимой. Курфюр светит сейчас. Надо все-таки, наверное, ему немножко помочь. Я надеюсь, что Курф все-таки наш как-то не сдохнет быстро. Ну и с этой Шимой попробовать-таки что-то сделать. Включаем его форсаж. Попадают ли наши торпеды? Похоже, что не особо попадают. Ну и ничего страшного. Надеюсь, что мы успеем здесь дойти до Шимакадзе. Еще за 7 секунд у нас есть, чтобы отбросать торпеды узким веером. Попробуем это сделать. Един широкий еще в ту сторону дадим. Ну, здесь уже сосредоточимся на Шиме. Она сейчас находится в дымочках. Естественно, работает ГАП. У всех в этом мире есть ГАП, друзья. У всех и каждого в этой игре есть в наличии гидроакустический поиск. Поверьте мне. Нету такого корабля, у которого нет гидроакустики. Есть гидроакустики, есть РЛСки. Теперь линкоры чувствуют себя в безопасности, друзья. Так и да. И никак иначе. Давайте дадим выстрел в воду. Учебный такой выстрел в воду. Попадет что-нибудь в Курфа, мне интересно. Он так красиво там идет. Да, есть одно попадание торпедкой. Даже два. 200 тысяч урона мы с успехом набрасываем в этом бою. Ну и забираем еще один фраг. Их становится у нас 4 штуки, друзья. Таким образом, я показал вам геймплей на Шимакадзе. Мы играли чисто от торпед. Мы ничего не придумывали. Мы просто бросали торпеды и просто получали от этого удовольствие. Поэтому Шима, друзья, самый комфортный эсминец на своем уровне. 222 тысячи урона. Уверенное первое место в этом бою. Мы все делаем в прямом эфире. Я вам напоминаю, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и прожать колокольчик. Мы, кстати, даже пофармили. 522 тысячи серебра. Плюс еще тут за флажочки и камуфляжики. Да мы, черт возьми, богачи, я бы сказал. В общем, друзья, если хотите получить корабль для приятного, ненапряжного геймплея, обязательно возьмите себе Шимакадзе. Ну а с вами был Турямбыч, ставьте лайки и увидимся с вами в открытом бою. До новых встреч, пока-пока.